Начнем с празднования Дня России. Торжественное мероприятие, посвященное этому событию, объединили в эти выходные всех россиян. Особое настроение царило и на улицах нашего города. В честь государственного праздника в Люберцах для жителей и гостей приготовили массу сюрпризов и развлечений. Каким был этот день, видели и наши корреспонденты. Россия! Россия! Постигали жизнь эту, наши учителя, наши родные, наши близкие, наш родной край. Все это Россия. Торжественный праздник, посвященный Дню России, традиционно собрал большое количество гостей. Более 17 тысяч человек провели этот день в Люберецких парках. Основные мероприятия прошли у Наташинских прудов. На главной сцене прозвучали поздравления от руководства городского округа, а также властей Подмосковья. Я желаю в этот день процветания нашей родине России, процветания нашему региону Подмосковья и процветания нашим Люберцам. Нашей великой родине Россия слава! А великому труженику российскому народу ура! Особенным этот день стал для девяти юных люберчан. Из рук Владимира Ружицкого и Игоря Каханова они получили свой первый главный документ – паспорт гражданина Российской Федерации. В этот день я получил свой документ первый, важный. Теперь я гражданин Российской Федерации. Это прежде всего ответственность. На этом награждении подарки не завершились. В День России состоялось торжественное вручение волонтерских книжек. Их обладателями стали студенты Люберецкого техникума имени Кагарина. За вклад в развитие округа также отметили юнормейцев. Кроме того, свои заслуженные награды получили молодые спортсмены, которые показали отличные результаты при сдаче комплекса ГТО. Награждаются Исаев Игорь Дмитриевич! Тема спорта отслеживалась на протяжении всего праздника. На площадках парка можно было увидеть показательные выступления каратистов. Тренеры и воспитанники Федерации Геокусинка и городского округа Люберцы продемонстрировали свои навыки и провели тренировку на открытом воздухе. Развиваем молодежь и популярируем здоровье, образ жизни. Нам этот праздник очень важен, потому что граждане России, дети, которые поднимают флаг России, дети, которые выступают под гимнами Российской Федерации. Также жителям и гостям города предложили посоревноваться в силе и ловкости. А более 200 человек приняли участие в праздничном забеге. Старт к спортивному состязанию дал глава округа Владимир Ужицкий. Ни одного участника забега не оставили без внимания. Всем спортсменам вручили дипломы, а самым быстрым достались медали и кубки победителей. Я сегодня заняла первое место в легкой атлетическом забеге. Я безумно счастлива, рада своей победе. Я знала, думала, знала, а вынуждена займу первое место. Еще одно масштабное спортивное событие – турнир по футболу на кубок главы городского округа. За столь почетную награду боролись восемь команд из Люберец и ближайших городов Подмосковья. Любителям искусства тоже было на что посмотреть, а творческим людям проявить свои таланты на различных мастер-классах. У входа в парк разместились выставки учреждений дополнительного образования. Опытные педагоги Дворца детского и юношеского творчества учили детей создавать праздничные сувениры. Я провожу мастер-класс «Открытка. День России». То есть изображаем здесь государственный флаг и подчеркиваем внизу, что именно 12 июня. А внутри детки нарисуют все, что хотят, потому что День России – это день рождения нашей страны. По традиции гостей праздника ждал и вкусный подарок. Десятикилограммовым тортом цвета российского флага щедро угостили всех желающих. А изюминкой этого дня стала девушка в образе Екатерины Великой. С императрицей с удовольствием фотографировались на память жители и гости города. А кульминацией яркого и насыщенного праздника стало совместное исполнение гимна Российской Федерации. «Славься, Отечество! Наши свободные, братских народов, союз световой, века не дам я, мудрость народная, славься, страна, мы гордимся тобой!» Луизия Гязырян, Анна Троян, Сергей Гвоздев, Александр Асеев, телеканал ЛРТ. Всем привет! Меня зовут Мария Кузьмичева. Вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе, ставьте лайки и будьте в курсе самых важных событий. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова